Ферман и его команда прибывают на место крушения. Прощальный солдатский конвой терпит крушение. Врачи должны выехать на место происшествия за пострадавшими, которых слишком много, чтобы привезти машины скорой помощи. Поскольку Танджу находится в операционной, Ферман забирает всех своих помощников и уходит. Их основная задача – помогать людям, следующим за ними, таким как скорая помощь, служба экстренной помощи, команда по оказанию помощи при стихийных бедствиях и пожарной части, помечая их. Как команда сортировки, они будут отмечать положение выживших, которых они найдут, несколькими универсальными цветами. Они будут носить черные повязки на тех, кто в плохом состоянии или мертв. Они укажут на срочность пациента, надев другие цвета на других. Когда Ферман идет туда, он встречает женщину-врача, которая более опытна в таких ситуациях. Поскольку он сам знает свою команду, он хочет управлять собой, и возникают трения. Дарук опытен и чувствует себя комфортно на поле. Али настаивает на том, чтобы он остался с назлы или с самим собой, так как он не может оставаться один. Железо также участвует в маркировке. Женщина в хорошем состоянии, пострадавшая в машине, она беспокоится о своем муже. Он осознает, что он плохой, потому что женщина – медсестра. Они помечают ее мужа черным цветом и уводят женщину в зону обращения. Поскольку все ушли, Демир должен позаботиться о женщине. Все аппараты УЗИ заполнены. Поскольку женщина попала в аварию, ее органы сместились. Железо боится помех. Женщине становится хуже в ожидании УЗИ. Вмешивающийся Демир, когда он прибывает в больницу, выясняется, что он проколол легкое. Назлы наконец спасает женщину еще одним вмешательством. В перевернутом автобусе мужчина, чья невеста в плохом состоянии, настаивает на том, чтобы они продолжали вмешиваться. Но женщина – это черный кот. Когда они оставляют женщину и уходят, мужчина возвращается и говорит неправду, что к нему приходила его невеста. Хотя Дарук говорит, что женщина на самом деле мертва, когда он идет туда, он угрожает порезаться стеклом и продолжает искусственное дыхание. Через несколько часов, когда Дарук должен уйти, мужчина перерезает себе горло. Пик давит. Когда они едут в больницу на машине скорой помощи, им удается спасти мужчину. Кульминационные примеры дают совет и успокаивают мужчину. Изо узнает, кто его отец. В конце последней серии на Назлы напала женщина. Назлы спасает вмешательство охраны и Фермана на крики девушки. У женщины, которую мы узнали, как мать одного из привезенных из села детей, случился припадок. По результатам обследований выяснилось, что у него опухоль в мозгу. Женщина в очередной раз пытается атаковать Назлы голосами, которые она слышит в голове. Они исцеляют женщину хирургическим путем. Дочь женщины заботилась о своих братьях и сестрах и выполняла работу по дому, потому что ее мать была больна. Вот почему они видят так много отметин на его теле. Девушки делают операцию на желчном пузыре. Больная женщина, приехавшая в травмпункт, говорит, что ее нога ей не принадлежит и она хочет, чтобы ее ампутировали. Его привезли в больницу, потому что он хотел, чтобы он лежал на железнодорожных путях и отрезал себе ногу. Когда он говорит, что ему не могут отрезать железную ногу, он использует кусок занавески как веревку и делает жгут для ноги. Когда они падают в лифте, Али и Назлы вмешиваются в лифт, который застрял между этажами. По идее Ачелли, они лечат сумасшедшую женщину, помещая ее ногу в зеркальный ящик. Али сказал Назлы в последнем эпизоде, что Иза не нестабилен, а биполярен. Этим диагнозом Назлы хочет дать девушке еще один шанс познакомиться с ней. Они готовят в доме Али и приглашают его, но Иза уходит, потому что не чувствует себя комфортно и особенно. Ачеллия начала открыто изучать психологию. Хоть они и живут в одном доме, ее возлюбленная не догадывалась, что на какое-то время утонуло в книгах. Потому что он тоже заинтересован в своей компании. Азалию это равнодушие не устраивает. Он четко говорит об этом Димиру. Ферман не выносит близости Танджу и Белиза. Он спрашивает свою бывшую девушку, чувствует ли она что-нибудь к Танджу. Белиз говорит, что пока не чувствует этого, но может. Когда он спрашивает Фермана, есть ли у него что сказать ему, он расстраивается, когда получает отрицательный ответ от этого человека. Затем он садится на свой мотоцикл с Танджу и уезжает. Пациент по имени Левент, приехавший в приемный покой больницы, говорит, что знает вуслата и хочет познакомиться. Человек, которого мы учили быть любовниками с вуслатом, заразился червями из-за границы, в результате того, что лекарства, которые он принимал, подавляли его боль, гельминты продвинулись под его кожей. К сожалению, ничего не поделаешь. Хотя вуслат мобилизует всех, особенно Али, решение найти не удается. Пока вуслат Левент находится в коме, он сообщает ему, что у Иза есть дочери. Он уже биполярный, истории любви богатой девушки и бедного мальчика привели к разлуке, мужчина не мог узнать, что его дочь была, а Иза был его отцом. До того дня, Иза слышит, что вуслат сказал Левенту, когда тот умирал. Он противостоит своей матери. Затем он идет к Али. Али не выдерживает и говорит, что его мать хотела, чтобы он держался от него подальше. Али и Назлы пытаются помочь детям. Али и Иза отправляются в больницу в отдаленной части Турции, чтобы помочь ребенку без каких-либо приспособлений. По дороге к ним присоединяется Назлы. Вуслат Ханам не хотел отправлять их вместе. Приехав в больницу, они видят, что результаты, которые прислал им врач, старше, а опухоль на руках у ребенка увеличилась. Али старается изо всех сил в этом месте, где даже нет МР. В больницу приходит очень богатый человек, которого знает вуслат. Он хочет пройти обследование, потому что он в возрасте смерти отца. По настоянию Вуслат Аферман и Дарук заботятся о немецком, оба они сплетничают о заботе об этом человеке, который даже не очень болен. Они злятся на высокомерное отношение мужчины. Затем у мужчины обнаруживают опухоль. Хотят сделать биопсию, но развиваются осложнения. Удалили ли мужчине опухоль, даже если она злокачественная, он не знает, должен ли он продолжать жить с возможностью того, что что-то не так произойдет, пока его похищают. Один из врачей, Дарук, советует сделать операцию ему, а не Ферману. В конце концов, мужчина подбрасывает монетку, и ему делают операцию. После операции опухоль удаляют, но нога будет хромать до конца жизни. Втроем они живут в общежитии в деревенском доме. Назлы и Али начинают ухаживать за ребенком с протезом. Однако очень дорогие протезы не могут поддерживаться фондом Адиля Хаджи. В этот момент и зазвонит своей матери и просит ее найти решение. В Услату помогает его богатый друг, который находится в больнице. В конце концов, доктор Нали и Али, которым он не понравился, отправились в операцию. Они сказали мальчику, что должны отрезать ему руки. Они могут спасти руки ребенка, когда убирают новообразование на руках. Все будут очень счастливы. Доктор извиняется перед Али за свои действия и слова. Но в больнице находятся еще 10 детей с различными заболеваниями. Трое приятелей привозят всех этих детей в больницу. Ни в Услат, ни в фонд Адиля не справятся с этим в одиночку.